здравствуйте меня зовут ирина шайдова сегодня посмотрим две посылки с сайта aliexpress объединила я их потому что в этих двух посылках у меня был заказан ювелирный тросик это два разных магазина и один магазин не прислал ювелирный тросик вот в таком виде когда я раскрыла посылку он просто оттуда вывалился да вот так он ведь размотался мне придется его весь перематывать в лучшем случае а другой магазин сейчас достану и покажу там все прилично и хорошо причем вот этот вот магазин это хороший магазин этом уже несколько раз заказывала и мне ни разу никогда ничего плохого не приходило но вот так вот тоже бывает это к тому что знаете заказываешь заказываешь и потом вот так ладно начнем наверное с хорошего магазина а вот этот оставим напоследок и так в этом магазине я заказывала в основном перламутр сейчас посмотрим этот перламутр потому что именно перламутровые бусины я заказываю я езжу в торговый центр севастополь и покупаю их там принципе у меня есть все вот такие вот бусины но так как я блогер так как мне надо искать какие-то ходы и выходы и давать какую-то полезную информацию для своих подписчиков я решила попробовать купить в этом магазине перламутр потому что цена здесь очень хорошая на перламутр но по крайней мере когда покупала я возможно есть какие-то акции когда-то дороже когда-то дешевле это уже вы сами будете следить я лишь хочу сравнить качество похоже это качество или нет на то что я покупаю в торговом центре севастополь бусины пока уберу в сторону давайте поговорим про ювелирный тросик ювелирный тросик 50 метров написано 50 метров и что это за толщина а 0 3 отлично 0 3 очень часто на алиэкспресс бывает 0 38 0 4 0 45 0 5 в общем такие толстые тросики а вот этот вот 0 3 0 3 это для среднего размера бусин видите как он хорошо запакован и кончик никуда не убежал и еще он упакован мешочек и мешочек подписан вот это очень хорошо и он золотого цвета думаю что и серебряного цвета ювелирный тросик в этом магазине был и когда я вытащу из пакета я просто подпишу на катушке какого он диаметра этот тросик чтобы потом не забыть хотя уже на ощупь можно по нему ориентироваться какой он если толстый тросик его сразу но ощущаешь он не такой эластичный а если тоненькие то как бы тоже это сразу видно дальше перламутровые бусины давайте будем смотреть и перламутровые бусины я заказала отлично вот подписано все хотя я потом вытащу и мне вот эти пакетики не нужны но это тоже про магазин видите как все позаботились написали вам 4 на 6 миллиметра рандели перламутровые стандартная нить около 40 сантиметров что я вижу что я вижу в общем-то ровные рандели я в основном заказывала бежевый перламутров потому что я бежевый больше всего люблю он мне больше всего нравится но мне нравится знаете какой бежевый почему еще хорошо когда ты сам выбираешь глазами есть даже в одной связке допустим одинаковые нити будут их будет 20 штук и там все равно будут какие-то нити краше а какие-то такие ну поспокойнее скажем вот это поспокойнее почему потому что мне больше нравится когда больше вот этих белых включений тогда бусины смотрятся интереснее в общем что хочу сказать что хороший перламутр но но мог бы быть вот таким это я говорю просто свои предпочтения возможно кто-то наоборот это не любит мой канал говорю как мне кажется вот и так по качеству он очень даже и ничего и я брала такую форму по моему в разных размерах потому что если у меня есть возможность взять одно и то же в разных размерах я всегда стараюсь это взять да я взяла поменьше такие же рандели и всего покрупнее причем покрупнее так значительно покрупнее тоже давайте посмотрим вот эти три на четыре а вот эти пять на восемь такие же ниточки здесь мне кажется больше бусины пляшут но я вот допустим вот эти добавляю по одной бусинке там где-то ставлю над бусинка еще что-то да вот эти уже не такие калиброванные бусины видите они пляшут на нити если делать только из них украшения но будет создавать хаос если выбирать по одной то как бы нормально но вот больше размер гораздо ровнее такое часто бывает чем мельче бусина тем она во многих камнях тем она нестандартная да как сказать не калиброванная и большие бусины 5 на 8 тоже отличные да по форме все отлично вот эти две нити считаю что они на 5 баллов вот это вот немножко подкачала но тоже мне есть своя красота и смотря для чего она нужна еще на камеру вот эти бусины они не так хорошо смотрятся с первым утром есть эта история на самом деле он бежевый на камеру он смотрится желтовато-коричневым желтовато-горчичным можно даже сказать на самом деле он благородно бежевого цвета очень красивого и мне безумно нравится как этот цвет комбинируется с золотой фурнитурой я сделала уже очень много украшений с первым утром и они просто шикарнейшие смотрятся все а 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 конечно когда добавляешь фурнитуру премиум качество там сразу возрастает цена но но она просто облагораживает настолько перламутр они прям созданы друг для друга это фурнитура и перламутр так следующая форма бусин которые я взяла это простые круглые бусины они тоже самое у меня есть во всех во всех размерах я взяла 4 миллиметра будет подписано 468 и 10 несколько раз я говорила что вот у меня всегда тянется рука бусинам которые покрупнее потому что на них лучше видно какой-то рисунок какая-то текстура бусины и вот перламутру это тоже прям очень относятся это можно видеть и по вот этим пакетиком которые я купила и сколько я покупаю перламутру действительно вот видите какой он тут завихристый завихристый видите вот такие завихрения они видны но как правило от 8 наверное миллиметров 8 10 12 14 16 20 на в общем на крупных бусину на мелких бусинах такие завихрения они вообще не видны видите тут вот еле-еле бачок такой беленький и все и поэтому они гораздо проще смотрятся нужны ли они конечно нужны куда-то вот такая бусина она просто будет незаменимой вареная сгущенка цвет вареной сгущенки на камеру в жизни гораздо благороднее гораздо благороднее этот цвет неплохие бусины неплохие они мне нравятся и еще надо посмотреть что здесь с отверстиями посмотрим что с отверстиями отверстия тоже все очень вот кстати первому 3 с отверстиями практически всегда все нормально у меня мало было бусин бракованных в основном все они ровные небольшие аккуратные вот это бусины 10 миллиметров отличная нить просто отличная картинка будет такая бежевая 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 но я вижу в этом красоту так перламутр он тяжелый вот бусины 10 миллиметров они имеют естественно вес 12 соответственно еще тяжелее будет еще бывают перламутр граненый тоже он смотрится по-другому какой нужен нужен этот и другой все нужны за кадром посмотрела 8 миллиметров тоже у меня к ним никаких претензий нет они ровные с хорошими отверстиями хорошие вот эти завихрения раз я их уже так определила тоже игрой смотрите какие красивые прям красивые бусинки есть серьги мне кстати очень нравится бежевые с первом утром они тоже красиво очень смотрится 6 миллиметров нет у него таких уже разводов но по качеству нить тоже хорошая при хорошем еще я все время хочу сделать кисть на маленьких бусинах перламутра прям очень мне хочется такое чтобы она начиналась от 4 миллиметров потом 6 8 10 кисти с натуральными камнями они конечно выходят не дешево но но они красиво смотрятся в общем хочу попробовать сделать такую кисть так и остались самые маленькие бусинки но вот эти в отличие от рандели очень даже ровные возможно они визуально сначала кажется за счет того что они неоднородные по цвету что они и неровные но они абсолютно ровные 1 к 1 отличные ровные красивые круглые бусины перламутра круглым бусинам стопроцентный зачет еще я вот такую нить вот эта форма тоже в перламутре бывает разная по размеру бывает и меньше и больше насколько я помню я помню я помню брала среднюю хотя точно я уже не помню нет наверное самую большую брала было с мл наверное самую крупную но они точно бывают еще больше форма бусах мне не нравится когда только из этой форма бусы или их надо какое-то разделение ставить между ними но просто вы так однако одной собраны мне не нравится вот я использую на сережке отдельно вот эти бусинки все и их тут можно подобрать похожие друг на друга тоже тяжелая нить прям тяжелая но очень приятно мне хочется вдруг выпускать эту красоту очень приятный материал перламутр очень хороший видите какие тоже аккуратные везде отверстия отлично сколько бусин на нити я не буду считать это просто стандартная нить и можно было еще раз скажу что брать и меньше и больше выберите какие нравятся вам я взяла вот такой еще я делала браслет и добавляла тоже по одной или по три штучки на браслет таких бусин тоже красиво они смотрелись можно жемчугом мешать можно с тем же перламутром другой формы тоже будет красиво еще я взяла вот такие вот как-то называется не знаю как эта форма называется я взяла в бежевом цвете и в белом потому что у меня вот эта форма востребована я делаю и серьги с такими бусинами вот эти две одинаковые что-то взяла так 0503 нет вот это больше вот это меньше визуально не такая уж и большая разница ведь я вначале даже не определила что они больше или меньше я делаю через звенья цепи вот такую бусину потом допустим первом утра вы опять такой опять первом утра вы в общем не были такие украшения найду фотографии вам вставлю вау вау Субтитры создавал DimaTorzok Вот и в сережки я вставляю, делаю пин с одной стороны, бусинный пин с другой стороны, сверху швенза, а снизу что-то подвешиваю, допустим, вот ту же каплю, которая будет у меня чуть позже, да, и получается очень красиво. И перламутр же очень хорошо с жемчугом комбинируется. Вот белый, видите, белый, неплохой. Здесь есть, естественно, перламутр, который на камеру не так уж и хорошо виден. Бежевый, вот этот вот перламутр виден гораздо лучше, поэтому он как-то, ну мне так кажется, богаче смотрится. А вот этот вот попроще. Вот, в ширину они вот такие, очень аккуратные. И никакого брака я на нити не вижу. Считаю, что очень хорошо. Ко мне сегодня пришло посок. Так, и давайте посмотрим, те, которые покрупнее. Ну да, чуть-чуть они крупней. Видите? Вот такие бусины. Здесь где-то есть вот такие места, но это и понятно, это же перламутр, это же ракушка. Мне кажется, что это нисколько не портит эти бусины, а наоборот. У них такой красивый натуральный вид. Вот это, видите, немножко бусина. В общем, вот это, скорее всего, она будет выбракована. Ну, это вот, в общем-то, одна, которую я заметила на этих двух нитях. Вот, все остальные ровные. И такой же формы бежевой. И на бежевом как-то вот этот перламутр, вот он больше виден. И мне вот это больше нравится. Вот такая побогаче. Какой он приятный. Прям приятный-приятный. Приятный-приятный. Ну, все хорошо, все отлично. Это тоже, наверное, пятерка, да, которая побольше. Нет, это десятка, этот еще крупней. То есть, видите, да, что есть три написано, пять и десять. Вот они тоже есть. Бусины такого размера. Разные. Бусины такой формы, разные по размеру. Вот эта бусинка немножко, видите, сточена по-другому. Ну, тоже, она только одна такая на ните. Все остальные. Все остальные нормальные. Вот, отличный. Отличный материал. Просто отличный. Это видео из серии. Бусин много не бывает. И еще одна форма, которую я использую. Это форма капли. Такие капли тоже бывают разные по размеру. Вот это маленькие миниатюрные капельки. Возможно, бывают больше, возможно, меньше. Что написано, шесть на двадцать. Шесть на двадцать. Да, я думаю, что и больше, и меньше бывает. Это, скорее всего, средний размер капли. Так, капельки не явно выраженные. Есть капельки, которые... Видите, здесь вот эта сторона верхняя и нижняя. Не намного нижняя, больше верхней. Вот, поэтому не все капельки одинаковые на нити. Есть какие-то чуть крупнее, чуть мельче. Это нормально для перламутра. Прям один в один вы, скорее всего, капель не найдете. Вот, всегда, даже если я выбираю, всегда я потом на нити ищу по две одинаковые. Допустим, если я делаю на сережке какие-то чуть-чуть длиннее, какие-то короче, какие-то пошире, поуже. И в каплях очень важно вот это вот, вот это вот отверстие. Вот это. Потому что, если оно тоже будет сбито в бок, в общем, такие капли трудно будет куда-то применить. Вот, здесь с отверстиями вроде все хорошо. И я довольна этой покупкой. Это такой материал, который, можно сказать, у меня находится в базе. Его можно сочетать со многими камнями. Вот, но все хорошо. Вот, напишите вопрос, задам вам, какого цвета перламутр вам больше нравится, белый или бежевый? Как, вот, кажется, вам? Мне интересно знать мнение. Все ли разделяют мое мнение, что бежевый перламутр, ну, как-то поинтереснее. Хотя, вы знаете, вот смотря с чем. Мне кажется, что если вот белый перламутр сейчас сочетать с простой фурнитурой под мить, будет очень красиво. Просто очень. Тоже просто надо придумать украшение. Из бусин я еще купила вот такие красивые, вот очень красивые бусины. Они тоже бывают разные. Это 6 миллиметров у меня написано. Это гавлит. Гавлит тонированный под бирюзу. И он граненый. И очень красиво он граненый. Посмотрите, какой он. Видите? Это очень видно в украшении. Когда и огранка хорошая, и бусины ровные, и отверстия хорошие. Давайте посмотрим, ровные ли бусины, что с отверстиями. Но огранка действительно очень интересная и красивая. А еще очень любят заказчики. Такой цвет бусин. И еще, если вот эти, в общем-то, недорогие бусины сочетать тоже с фурнитурой премиум-качества, они тоже очень достойно смотрятся. Ну что? Ну вот я всем довольна в этом магазине. То, что я заказала. Вот такие бусинки. Бусинки эти тонируют в разные расцветки. Можно и красные, и зеленые, и белые, и серо-буро-малиновые. Но я чаще всего использую именно такой цвет. И у меня есть все размеры таких бусин. И все формы. И еще вот этот цвет очень красиво с тем же бежевым. С перламутром сочетается. Мне кажется, что он прям просится тоже к этим расцветкам. Ему там хорошо. Так, и осталось у меня два пакета. Это синтетический гематит. Вот такой формы. Вот этот гематит я тоже добавляю часто. Если у меня сохранились фотографии, вставлю вам, где я делаю бусину. Потом рандель. Потом вот этот вот гематит. Ну или там между ранделей проставляю вот этот гематит. Он очень красиво смотрится. Гематит. 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 Субтитры сделал DimaTorzok И очень хорошие размеры, вот этот совсем маленький, 3 мм, наверное, да, написано 3, ну да, это похоже на 3 мм, и вот этот 4 мм. Ну, самое у меня востребованное размеры, это 3 и 4 мм. Вот, тоже мне кажется, что гематит, по-моему, там был разных форм, у меня достаточно, и очень красивый цвет золота. Прямо реально такой спокойный, красивый. И гематит еще такой куплю, потому что гематита очень много расходуется, у меня очень много уходит гематита. Я его постоянно покупаю, покупаю, и всегда чего-то не хватает. Ну, отличная посылка, просто 100 баллов из 100 ставлю этой посылкой, я довольна. И давайте посмотрим ту безалаберную посылку, в которой тросик раскрутился, но знаю, что магазин тоже, в общем-то, неплохой тот. Продолжение следует...